Маткульт, привет! Я Юра Маркелов, и я вам расскажу о математике кубика Рубика. Сколько всего позиций? Из любой позиции можно собрать за 18 ходов. Всегда ли мы вернемся в изначальное положение, если будем повторять одну операцию много раз? Существует ли комбинация, повторяя которую однажды соберешь кубик, в каком бы изначальном положении он ни был? Но этот кубик слишком мал, чтобы на нем показывать. Вот, вот это уже дело! Сколько всего позиций? Попробуйте расположить в порядке возрастания, номинал самой большой существовавшей купюры, вес земли в килограммах и количество позиций в кубике Рубика. Давайте посчитаем! У кубика есть 8 угловых элементов и 12 боковых. Давайте зафиксируем центр, например, чтобы спереди был белый, сверху рыжий, а справа синий. Различных перестановок угловых может быть 8 факториалов, а боковых 12 факториалов. У угловой 3 различных положения, а у боковой 2, можно ее перевернуть. Значит, к каждой расстановке добавляется кручение каждого уголка и боковушки. То есть надо еще домножить на 2 в 12 и 3 в 8. Так мы узнали, сколько позиций в кубике Рубик, если его разобрать на часть, а потом собрать обратно. Но сколько из них достижимы и собранного? По сути, есть 12 классов эквивалентности. В каждом из классов одинаковое число позиций. В итоге общее количество достижимых позиций это 8 факториалов на 12 факториалов, на 2 в 12 и на 3 в 8 поделить на 12 классов эквивалентности. То есть 43 квинтиллиона, 252 квадриллиона, 3 триллиона, 274 миллиарда, 489 миллионов, 856 тысяч. Самая большая купюра была 100 триллионов зимбабейских долларов. Это очень много, но это меньше, чем количество позиций в кубике Рубика. А вот вес земли в килограммах это 6 секстиллионов. Это уже больше. Из любой позиции можно собрать за 18 ходов. Давайте докажем, что есть позиция кубика Рубика, которую нельзя собрать за 18 ходов. Ходом мы считаем поворот одной из граней по или против часовой стрелки. Хорошо. Заметим, что за один ход изначального кубика мы можем собрать 12 различных позиций. За два хода не более чем 12 в квадрате. И так далее. Ровно вот за 18 не более чем 12 в 18. Тогда всего за не более чем 18 ходов мы можем собрать не более чем 1 плюс 12, плюс 12 в квадрате, плюс и так далее, плюс 12 в 18. А это сумма геометрической прогрессии. То есть это равно 12 в 19 минус 1 делить на 12 минус 1. Но как вы можете видеть, это меньше, чем число достижимых позиций. Вот и противоречие. Всегда ли мы вернемся в изначальное положение, если будем повторять одну операцию много раз? Да, если много раз повторять одну и ту же операцию, то мы вернемся в исходное положение. Так как возить и конечное число, то когда-то мы придем в позицию, в которой уже были. Рассмотрим первый такой момент. Заметим, что тогда и в предыдущий ход мы обязаны были быть в одинаковой позиции, если мы не вернулись в исходную. Вот, что я требовал доказать. По сути, мы доказали, что у элемента группы Губика-Рубика есть порядок. Существует ли комбинация, повторяя которую, однажды соберешь кубик в каком бы изначальном положении он ни был? Нет, не существует. Предположим, такая комбинация есть. Тогда через какое-то количество ходов А от изначальной мы будем обязаны прийти к вот такой позиции. А через какое-то количество ходов В к повернутой верхней грани почечной стрелки. Но тогда через количество ходов А плюс В мы будем обязаны прийти и к той, когда повернули сначала правую, а потом верхнюю, и к той, когда повернули сначала верхнюю, а потом правую. А они, очевидно, различны. По сути, мы доказали, что если в группе есть два элемента, которые не коммутируют, то она ациклична. Переходите по ссылке в описании на мой канал. Там уже вышел подкаст «Юра ищет призвание популяризатора математики», в котором участвует Саватеев. Всем маткульт пока!